Среди всех богородичных праздников есть те, что посвящены её древним чудотворным образом, известным и почитаемым и в России, и за её пределами. Таким образом является и икона Владимирской Божьей Матери, в честь которой наречено на русской земле много храмов. Среди них и храм в нашем Амурском городе Райчихинск. Свой престольный праздник он встретил 8 сентября. Возглавить божественную литургию прибыл Высокопресвящений Шелукеан, архиепископ Благовещенский и Тындинский. Владыки сослужили настоятель прихода храма Владимирской Божьей Матери Иерей Максим Чернигин, протеерей Александр Адамчук, клирик Свято-Троицкого храма города Кременчук, ключарь Благовещенского кафедрального собора иеромонах Венедикт Калинин. Образ Владимирской Божьей Матери удивительно тёплый, согревающий материнской нежностью. В иконографии он относится к типу умиления. Его называют самым лиричным из всех образов Девы Марии. Богородица, ласкающая младенца сына. В богословии это символ души, соединяющейся с Богом. При чистой деве было предсказано, что оружие пройдёт ей душу, что сын её обречён на страдания ради людей, и в умилении над своим дитя таится её материнская скорбь. Смирение Христа, принявшего грехи человечества на себя, смирение его при чистой матери перед своей участью, всё это говорит в умозрении в красках, иконе, любимой всеми православными. Ведь с истории праздника, сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, отмечаемой 8 сентября, знакомы все чтущие историю своей страны. Принесённый из Владимира в Москву святой образ, обратил в бегство полчища Тамерлана, которому Богоматерь явилась во сне. На литургии этого торжественного воскресного дня читаются два фрагмента Евангелия. От Луки, повествующей о пришествии Христа в дом Марфы и Марии, и от Матфея, где описывается беседа Иисуса с благочестивым юношей. Евангелие от Луки очень привычное, и каждый праздник Богородицы, и реконы, и события земной жизни, мы слышим о этой Евангелии, о том, как Христос был в доме Марфы и Марии. И о том, что, обращаясь к слушающим, он сказал удивительно, сильные и нужные на всех именах врагов, блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие им. Простым человеческим языком, можно сказать так, счастливы те, кто слышит Слово Божие и сохраняет в своём сердце. И первый отрывок Евангелия от Матфея передал нам удивительно простую и очень часто встречающуюся историю из земной жизни Христа. Очень многих в те времена, как и в наши времена, беспокоит то, что мы часто можем определять как фантазии, как душевные, духовные настроения, которые часто не даёт обычному человеку покоя. Казалось, всё было дано этому юноше, и как у многих современных молодых людей, всё было для счастья и наслаждения жизнью. Но не давали ему покоя слова Христа о вечной жизни. Как получить право наследовать её, даже если ты чист и честен перед Богом и людьми? Человек осуждается не за то только, что он не делал зла. Он достоин осуждения за то, что он не делал добра. Все заповеди Христа, Сына Бога, Слава Бога, которые сказаны нам в простым, недоступны человеческим языком, свидетельствуют о любви и о добре. Есть ответ. И сам об этом спаситель не рассказал. Человеку это невозможно. Самому себе, человеку, это невозможно. А Богу всё позволяет. Если ты хочешь счастья для сердца, для души, для внутреннего состояния, надо почаще переступать по моему храму. Так и по-настоящему бывает встреча с Богом через Старинство, которое уже две тысячи лет освящает человечество. Ощущает и освящает человека. Блаженны, слышащие Слово Божие и хранящие их. Давайте поможем себе о том, чтобы самое обычное, простое человеческое счастье никого не обошлось на ночь. Чтобы это счастье земной жизни освящалось Словом Божием. Благодатью Божию, которая вычерпала их радость, для того, чтобы иметь силы, для того, чтобы иметь полное здоровье жить на этом мире в свете. В этом поможем себе о том, чтобы великий Бог, который знал наши мелочи, выпускал нам быть в разного рода исключениях для наших же собственных друзей, дарил нам те состояния силы Духа, которые помогут преодолевать клинностью жизни. подарили бы нам то состояние, которое можно назвать в отличном и простом языком, влажать счастье. В этот день церковь также празднует память святых мучеников за веру Христову 4 века, Адриана и Натальи, жители Некомидии, Малая Азия. По благословению Владыки Лукьяна, в храме пребывает икона с частью мощей этих святых. Удивительна судьба святых Адриана и Натальи, обретших свое подлинное сокровище во Христе, несмотря на лютое гонение христиан. Наталья боялась только одного, что муж ее отречется от спасителя под страхом пыток. В итоге смерть приняли они оба. Но Наталья считается мученицей бескровной. Умерла она на теле убитого мужа от горького страдания сердца. Натальин день называют также дату 8 сентября. Учиться подвигу веры у святой мученицы призвал верующих отец Александр, посетивший Амурскую землю в эти сентябрьские дни. Сегодняшняя мученица Наталья вы будете нам примером. Будем учить своих детей, внуков. Если вы научили, они сегодня ведут другую жизнь. молитесь, если ваши мужья, если ваши дети не ходят в храм, не знают Христа, падайте над коленем перед Богом, Отцом и Сыном и Сятым Духом. Падайте перед Божьей Матерью, Которая есть Матерь всем нам. Несолнечным ясным днем отмечали верующие ратихинцы свой престольный праздник. Целый день лил дождь, хмырилось небо, но есть то, что не зависит от метил условий, и день этот долго будет согревать своим теплым светом сердца, знающие секрет душевной погоды. He uncommon меня не пробьем этими